Светлана Тюсина пробовала выращивать кур, кроликов, но дело как-то не шло. В итоге вспомнила, что и у нее, и у мужа почти все родственники в средней полосе были заядлыми грибниками. Решено было выращивать грибы вешенки, или как их называют сегодня чаще вешенки. Сначала пробовали сами делать грибницу, но потом поняли, что проще покупать. Сначала взяли 10 блоков для себя, потом переоборудовали курятник. Сюда поместилось в 5 раз больше. Теперь хватает родственникам, друзьям и на маринад. Если жарко, у нас кондиционер, тут есть вытяжка снизу. Дело только кажется нехитрым. В интернете вроде достаточно информации, но действовать все равно пришлось методом пробы ошибок. В помещении должны поддерживаться определенная температура и влажность. После того, как процесс был поставлен на поток, появилась идея выращивать грибы еще и на продажу. Фактически это бизнес на старте. Так как блоков с грибницей теперь придется возить много, то потребуется грузовой автомобиль. По государственной программе поддержки предпринимательства семья получит полмиллиона рублей. Я пошла в администрацию, мне объяснили, что есть акведы, которые финансируются субсидированием. И как раз мои грибы подходят под эти акведы. И я пошла уже оформлять документы дальше. Сложно было? Нет, не сложно. Но просто была волокилта документами, когда, конечно, не знаешь куда как. Но администрация очень хорошо, она подсказывает, что надо вот это, вот это, вот это. Только по этим подсказкам я уже все делаю. Уже готов фундамент под специальный ангар из металлических конструкций. Там будет необходимое климатическое оборудование. По замыслу хозяев здесь можно будет разместить порядка пяти сотен блоков. Тогда объем производства составит около пяти тонн в месяц. Помимо этого начался эксперимент вырастить вешенки так, как они растут в природе. На пнях лиственных деревьев. Мицелий помещен в специальные отверстия. Созревать он будет еще около года или даже больше. Как говорит хозяйка, мол и Москва не сразу строилась. Но главное, что процесс ей нравится.